Международное право Международное право Международное право Договор, декларация, протокол, пакт, меморандум, соглашение, устав, резолюция и тому подобное Среди источников международного права выделяют писанные и неписанные К писанным источникам относятся международные договоры различных видов Декларации, конвенции, меморандумы и другие акты, принимаемые международными организациями в письменном виде Они являются основными источниками международного права К неписанным источникам относятся международные обычаи Международные обычаи для того, чтобы быть источником права, должны иметь нормативное значение То есть порядок, предусмотренный этими обычаями, должен быть общепризнан для совершения определенных действий Особый вид источника международного права Это общепризнанные принципы международного права, большинство которых содержатся в Уставе Организации Объединенных Наций Такие принципы не обязательно должны иметь письменное выражение Главное, чтобы они были общепризнанными в мировом сообществе Другим специфическим источником международного права служат акты различных международных судов Которые являются скорее правоприменительными, нежели нормативными Предметом международного права являются отношения между государствами Международными организациями Между государствами, их отдельными регионами и международными организациями Отношения между иностранными юридическими лицами и физическими лицами В современном мире нередки вооруженные конфликты между различными странами. Одним из главных механизмов ограничения жестокости вооруженных конфликтов является регулирование поведения их участников с помощью норм международного гуманитарного права. Международное гуманитарное право Отрасль международного права, представляющего собой совокупность правовых норм, основанных на принципах гуманности и направленных на ограничение последствий вооруженных конфликтов. Субъектами международного гуманитарного права являются Юридические лица – это в первую очередь государство, вооруженном конфликте, как правило, противостоящие друг другу, и межгосударственные организации. Ко второй категории относится прежде всего ООН, которая в случае нарушения мира и актов агрессии может непосредственно принимать участие в вооруженном конфликте. ЮНЕСКО – уполномочено осуществлять кодификацию норм по охране культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Международный комитет Красного Креста Организация, наделенная международным сообществом, мандатом на защиту и предоставление помощи жертвам вооруженных конфликтов. Международный комитет Красного Креста имеет право заниматься гуманитарной деятельностью на территории воюющих сторон. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КОМБАТАНТЫ ВОЮЮЩИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ РАНЕННЫЕ И БОЛЬНЫЕ ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ, НЕ ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОТРУДНИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНОСТРАНЦЫ, БЕЖЕНЦЫ И ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ АПАТРИДЫ, ЛИЦА БЕЗГРАЖДАНСТВА БИПАТРИДЫ, ЛИЦА С ДВОЙНЫМ ГРАЖДАНСТВАМ НАЁМНИКИ, ЛАЗУТЧИКИ И ШПИОНЫ УЧАСТНИКИ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ ДЕЛЯТСЯ НА КОМБАТАНТОВ И НЕ КОМБАТАНТОВ, НЕ ВОЮЮЩИЕ КОМБАТАНТЫ, ЛИЦА ИЗ СОСТАВА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТОРОНЫ НАХОДЯЩИЕСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ ОНИ ПРИНИМАЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ К НЕ КОМБАТАНТОМ ОТНОСИТСЯ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, ДУХОВНЫЙ ПЕРСОНАЛ, ВОЕННЫЕ ЮРИСТЫ И КОРРЕСПОНДЕНТЫ НА КОМБАТАНТОВ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ РЕЖИМ ВОЕННОГО ПЛЕНА, А НЕ КОМБАТАНТЫ ВОЕННОПЛЕННЫМИ НЕ СИТАЮТСЯ ВОЕННОПЛЕННЫЕ – УЧАСТНИКИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ЗАХВАЧЕННЫЕ В ПЛЕН НЕПРИЯТЕЛЬСКОЙ СТОРОНОЙ ВО ВРЕМЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА. ПОСЛЕ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫХ ВОЙН ВОЗНИКЛА ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ НЕЗЫБЛЕМЫХ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. В мире существует три постоянных суда, которые являются органами, осуществляющими контроль за соблюдением прав человека. Европейский суд по правам человека. Межамериканский суд по правам человека. Международный уголовный суд. В Европейский суд по правам человека может обратиться любой человек, находящийся под юрисдикцией страны, являющийся членом Совета Европы. Его защита распространяется на граждан РФ с 1998 года. В военное время роль в международной системе защиты прав человека возрастает у Международного суда ООН. В 20 веке международное право обратило особое внимание на защиту прав детей. После окончания Второй мировой войны в 1945 году Генеральная ассамблея ООН создала Детский фонд Организации Объединенных Наций – ЮНИСЕФ. В случае вооруженного конфликта, международного или немеждународного, дети пользуются общей защитой, которая предоставляется гражданским лицам, не принимающим участие в военных действиях. Им гарантируется гуманное обращение. Устанавливается ряд конкретных норм, предоставляющих детям особую защиту. Дети, принимающие непосредственное участие в военных действиях, не утрачивают этой защиты. Также устанавливаются ограничения на участие детей в военных действиях. Третья Женевская конвенция обеспечивает всестороннюю защиту военнопленных. Неприятельское государство, во власти которого находятся военнопленные, несет полную ответственность за обращение с ними. Содержание военнопленных под стражей не является формой наказания. Цель этого – лишь предотвращение дальнейшего участия в вооруженном конфликте. Удерживающая держава может преследовать их в судебном порядке только за военные преступления, к которым относятся преднамеренное убийство, пытки и бесчеловечное обращение, взятие заложников и тому подобное. Военнопленный на допросе обязан сообщить только свою фамилию, имя и звание, дату рождения и личный номер. Принуждать его давать какие-либо другие сведения запрещается. Пытки или другое жестокое обращение с военнопленными рассматриваются как военные преступления. Военнопленный, который пытался бежать, но оказался пойманным, подлежит за это дисциплинарному взысканию. Если военнопленный осуществил побег и присоединился к вооруженным силам своей страны, но впоследствии снова попал в плен, он не подвергается никакому наказанию за побег. Держащая в плену держава должна бесплатно снабжать военнопленных водой и качественной пищей в достаточном количестве, предоставлять им необходимую одежду и медицинскую помощь. Военнопленным предоставляется полная свобода для выполнения обрядов их религии. Также им должна быть разрешена переписка с родственниками. Письма и карточки обычно посылаются через Центральное агентство по розыску Международного комитета Красного Креста. Военнопленные с хорошим состоянием здоровья могут привлекаться к работам, не связанным с ведением боевых действий. Использовать пленных на опасных и вредных для здоровья работах, таких как удаление мин, можно только в добровольном порядке. Военнопленные должны быть освобождены и возвращены на родину сразу же после прекращения боевых действий. Вопросы защиты раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, регулируются Второй Женевской конвенцией 1949 года, а также Первым дополнительным протоколом 1977 года. К лицам, потерпевшим кораблекрушение, относятся военнослужащие и гражданские лица, которые подвергаются опасности на море или в других водах в результате несчастья, случившегося либо с ними, либо с перевозившим их судном или летательным аппаратом, и которые воздерживаются от каких-либо враждебных действий. После каждого боя воюющие стороны обязаны принять меры к тому, чтобы разыскать и подобрать потерпевших кораблекрушения, раненых и больных, оградить их от ограбления, обеспечить им необходимый уход.